Добрый день, Татьяна. Спасибо большое за представление, за анонс нашего курса. Я действительно расскажу несколько слов о самом курсе, но и обязательно расскажу о системе антиплагиат, о компании антиплагиат. Добрый день еще раз всем, кто присоединился. Рада вас приветствовать от лица компании антиплагиат. Сегодня мы с вами поговорим о возможностях нашей системы, и этот вебинар действительно эксклюзивно проводится вот только для вас. Больше нигде этот вебинар не светился еще. Итак, давайте начнем. Что я вас попрошу? О порядке нашей работы два слова. Вы знаете, что есть чат, вы туда тоже уже писали представления и писали свои приветствия. И есть вкладочка «Вопросы». Так вот, если у вас есть вопросы, большая просьба, задавайте их именно на вкладочке «Вопросы», потому что чат может убежать. Я, может быть, в течение вебинара буду просить вас отвечать на какие-то мои вопросы, там ставить плюсики, минусики. Вот, поэтому чат быстро убегает. Если у вас есть вопрос, пожалуйста, пишите его на вкладочке на отдельные, специальные вопросы. И в конце вебинара я к ним обязательно обращусь, потому что вот такой наш план. Я расскажу, что такое антиплагиат. Поговорим с вами, стоит ли судить работу по процентам. Расскажу, как в системе антиплагиат определяются цитирование и самоцитирование. Ну, конечно же, расскажу о нашем онлайн-курсе повышения квалификации. Поговорим с вами, как система антиплагиат отслеживает, обозначает перефразирование и переводные заимствования. Как выявляется с помощью системы маскировка, то есть, ну, а-ля технические обходы, попытки обмануть систему, преподавателя и дальше, как говорится, выше только звезды. Как оценивать правомерность заимствования, на что стоит обращать внимание. Стоит ли считать результат, полученный в системе антиплагиат, истинный в последней инстанции, или все-таки эксперт слово право имеет. Как редактировать отчет, какие есть возможности редактирования в системе антиплагиат. Ну, и в конце, как я уже говорила, будут ответы на вопросы. Если вопросы есть, не стесняйтесь, пожалуйста, пишите. Если вы готовы приступать, нажмите, пожалуйста, огонечек. Огонечек нажмите. Если готовы приступать, вижу в сети нас 25 человек. Нас немного, но мы в тельняшках, и поэтому начинаем. Спасибо за огонечки. Действительно, разгорается тоже костер. Прекрасно. Ну, то есть, вот если хочется подкрепить мои слова своей поддержкой, то вот прямо в течение вебинара можно нажимать на этот огонечек. Ну, а сейчас вы видите на экране стартовую страницу сайта антиплагиат.ру и два слова. Что такое система антиплагиат, что такое компания антиплагиат. Компания антиплагиат в этом году отметила свое 17-летие. То есть, не то чтобы вот мы только что появились на свет, уже почти вот совершенно летние. И сайт антиплагиат.ру разделен на две части. То есть, наша система предназначена и для частных, и для корпоративных пользователей. Сама система ставит перед собой, система и компания антиплагиат ставят перед собой такие высокие цели, такие как улучшение качества науки, образование, повышение академической честности в образовательных учреждениях и так далее. Система антиплагиат, компания антиплагиат является резидентом фонда Сколково. Также система внесена в реестр отечественного программного обеспечения и содержит в себе системы крупнейшую базу поиска. И мы находимся на первом месте в развитии нашей системы по России и странам СНГ. Ну и вот здесь это еще один факт, что в Российской Федерации и СНГ используется система антиплагиат в 85% случаев, то есть студенты проверяются через нашу систему работы студентов. Итак, мы давайте начнем с вот такого вопроса. Что такое антиплагиат? Некоторые считают, что эта система была изобретена для того, чтобы наказывать нерадивых студентов. Отнюдь. Нет. Эта система была придумана, реализована как инструмент помощи. Помощи преподавателям, вам, то есть тем, кто проверяет в системе антиплагиат работы других авторов, студентов, диссертантов, авторов научных статей и так далее. И система антиплагиат – это поисковик. Поисковая система, которая предназначена для обнаружения заимствований в текстовых документах. И, однако, в отличие от поисков а-ля Яндекса или Гугл, да, где там мы заводим 2-3 слова и нажимаем кнопочку «Энтер», в систему антиплагиат запрос вводится в виде целого документа, любого размера, любого формата, а в результате проверки выходит подобный интерактивный полный отчет. И там тоже есть список, список документов, в которых система антиплагиат нашла пересечения. Да, и указывается в этом отчете проценты, в том числе процент оригинальности. Вот здесь вот мы видим эти проценты оригинальности, заимствование, цитирование, самоцитирование. Однако, предупреждаю вас от желания судить работу по проценту. Итак, что же главное, что же важное и как система антиплагиат и плагиат понятия связаны друг с другом? Давайте посмотрим, что такое плагиат. Это определение из большого юридического словаря, это умышленное присвоение авторства, но чужое произведение науки, литературы и искусства в целом или в части, и один из случаев нарушения авторских прав. И, грубо говоря, чтобы доказать факт плагиата, надо идти в суд. Так вот, система антиплагиат, независимо от того, что у нее такое красивое звучное название, не ищет плагиат и никого в этом факте, в этом поступке не обвиняет. Система антиплагиат помечает текстовые пересечения между проверяемым документом и документами из своего индекса. В этом документе пересечение с таким-то, с таким-то, с таким-то, вот в такой части. Вот что делает система антиплагиат. В системе антиплагиат есть индекс документов, то есть это а-ля архив цифровых слепков документов, по которым проходит сверка, вот та самая. И сейчас я попрошу вас запомнить это число, может быть, в конце я попрошу вас его озвучить в чате. В индексе системы антиплагиат находится 1,1 миллиарда проиндексированных документов. 1,1, ну в общем, более миллиарда документов. И вот в чем выражается помощь системы антиплагиат преподавателю? Ну, мы с вами тоже понимаем, что ни один человек не сможет сверить каждую работу студента с миллиардом источников. А система антиплагиат может. И она это делает каждый день по, ну, не миллиарду, к счастью, но, в общем, по несколько сотен или тысяч в день от наших разных пользователей. Это точно происходит. И вот человек не может сделать, система может, но, однако, система антиплагиат не может сделать того, что может сделать человек. И вот как раз мы и рассказываем, и показываем, что может система, и учим, что может сделать человек с помощью этой системы. Ведь давайте задумаемся, от чего зависят проверки, качество проверки на заимствование. Первое – это коллекция, то есть это база, по которой проходит сверка. Второе – это технологии обработки текстов. И без ложной скромности могу сказать, что в системе антиплагиат существуют уникальные алгоритмы, уникальные технологии, которых нет в множестве других систем подобного плана. Но третье, самое главное, наверное, результат проверки зависит от компетенции проверяющих. Именно поэтому я очень рада вас здесь видеть, то есть вы решили понять, что такое антиплагиат, повысить свою квалификацию, можно сказать, да, то есть именно от компетенции проверяющего зависит качество проверок. Не от того, насколько быстро будет нажиматься кнопочка «Проверить и записываться результаты». Это работа, ну, скажем так, оператора, но не эксперта. То есть оператор может загрузить, нажать на кнопку, это можно научить, ну, извините, даже просто какую-нибудь представителя животного мира. Но мы с вами эксперты. Мы люди, которые работают с помощью инструмента антиплагиат с работами других людей. И ни в коем случае нельзя отдавать на отку, так сказать, судьбу студента или диссертанта или автора научной статьи только на систему антиплагиат. Идем с вами дальше. Почему я так вот хвалю свою систему, в которой, в компании, в которой я работаю, разработку? Дело в том, что, да, система антиплагиат содержит в себе самую большую базу поиска русскоязычных и документов на иностранных языках. Вот, как я говорила, 100 миллиард документов. Это и интернет, и открытые репозитории, которые индексируются порядка 10 новых, 10 миллионов новых документов ежемесячно. Что туда входит, вот в эту открытую базу? Это коллекция учебных работ, банки рефератов, публикации в режиме Open Access, диссертации, в том числе на сайтах вузов, квалификационные работы ВКР, онлайн-энциклопедии. Но не только открытые источники находятся в индексе системы антиплагиат, а еще и специализированные коллекции. Вот такие, как диссертация автореферата из трех, сейчас пока из трех, когда-то мы начинали с одной, библиотек, российская государственная библиотека, библиотека Беларуси, библиотека Узбекистана, научная библиотека наших партнеров из стран СНГ. Далее, библиотека научная, включая закрытые статьи, elibrary.ru, наверное, тоже вам знакомая. Также сюда входят электронные книги-учебники, патентные документы, законы, нормативные акты другие, издательства ВАИ, публикации СМИ. И с этими коллекциями, эти коллекции выполняются благодаря прямым договорам с указанными организациями, то есть РГБ, НББ, НБУ и так далее. Далее, кроме того, антиплагиат предоставляет такую возможность, как ведение собственной коллекции ВУЗа. ВУЗа, Диссовета и научного исследовательского института и так далее, и так далее. Собственную коллекцию организаций можно вводить ранее проверенные работы, не используя закупленные проверки, и по этой базе тоже проверять все, что у вас в организации поступает на проверку. То есть дипломные работы, диссертационные работы, статьи, объем этой коллекции мы никак не ограничиваем, которые вы можете проверять по собственной коллекции, и это будет, так сказать, защитой в том числе от внутреннего плагиата. Далее, в индексе системы антиплагиат сейчас находятся 105 языков. Конечно же, упор идет на русский язык, но кроме него есть вот такие вот еще самые популярные на этом слайде, но и всего 105 языков. То есть документы можно проверять не только на русском языке. И более того, об этом пойдет речь чуть далее, есть такая функция, как попытки, поиск попыток переводных заимствований. Берут работу на иностранном языке, переводят и считается, ну, раз я перевел, значит, это мое. Но, однако, мы не согласны. Ну, и вы, наверное, тоже не согласитесь с тем, что если взял-перевел, то это становится именно твое. Второй кит, на котором стоит качество проверок, это технологии. То есть вот про базы мы поговорили, на чем базируется качество проверок. Первое – это коллекции, базы, по которым идет проверка. А второе – это технологии. Тоже с гордостью могу сообщить, что технологии проверки системы антиплагиат позволяют проверять тексты любой длины на русском и на иностранных языках во всех форматах. Интерактивный отчет выходит, где сохраняется полное форматирование такое, как его изначально. То есть вы увидите в системе антиплагиат документ так, как если бы он был распечатан на цветном принтере. Это удобно в том числе для изучения, если там есть какие-либо изображения, схемы, чертежи, графики. Это все тоже можно увидеть, как в оригинале. Отчет можно редактировать. И это сделано не просто так, а вот именно, чтобы его редактировали. Эксперт, важно, его решение. Не система антиплагиат превалирует, а именно человек. Система антиплагиат загруженную работу проверяет и корректно обрабатывает оформленные фразы, цитаты. Если там есть кавычки, то система пометит зелененьким цветом, как цитирование. Библиографические скистики, шаблонные фразы, а также помогает обнаружить вот те самые попытки маскировки. Когда человек решил, ну, маленько поиграть, да, с нами, с вами, вдруг вот не обнаружат мою попытку обмана. Обнаружит. Переводные заимствования также система помечает, перефразирование также находит. Ну, в общем, можно сказать, действительно, эти технологии на страже академической честности стоят. В системе антиплагиат есть две градации, скажем так. Вы видели на сайте antiplagiat.ru разделение для частных, для юридических лиц. Давайте в двух словах расскажу, чем отличаются эти версии. Версия для частных лиц, когда вы нажимаете там студенту, частному пользователю, переводит вас вот на такой адрес users.antiplagiat.ru. Там находится бесплатная ознакомительная версия. Коллеги, напишите, пожалуйста, в чате единичку, если вы хотя бы раз в жизни заглядывали вот в эту ознакомительную бесплатную версию на сайт users.antiplagiat.ru. Напишите в чате один, если такое было. Да, единичку. Хорошо, несколько человек уже знают, что находится наша система для частных лиц на сайте users.antiplagiat.ru. Благодарю. Да, да, достаточно много. Хорошо. Однако, вот если бесплатно использовать эту систему, то проверки там возможны только по одной единственной коллекции интернет-фри. Фри. Она не пополняется сейчас уже с ноября 2021 года. Это сделано для того, чтобы люди понимали, что это чисто ознакомительная версия. Если использовать проверки по одной вот этой вот коллекции интернет-фри, а в ВУЗе, в организации проверки пойдут по корпоративной версии, где 30 коллекций, то, наверное, вы поймете, что разница между результатами будет огромная. Продолжаем дальше. Если бесплатную версию использовать, там отображают только первые три источника найденных пересечений, полный отчет в бесплатной версии недоступен, но возможно подключение платных тарифов, и тогда автор работы получает одинаковые возможности с возможностями корпоративных версий. То есть там будет то же самое, та же самая коллекция объединенная, то есть те же 30 модулей, да, там плюс-минус 30 именно. Почему плюс-минус? Потому что они пополняются, дополняются, и новые тоже появляются. Версии для юридических лиц предназначены для, как вы понимаете, корпоративных пользователей, для ВУЗов, НИИ, издательств и тому подобное. Для ВУЗов есть отдельный продукт, антиплагиат ВУЗ. Для НИИ, издательств, мы предлагаем антиплагиат Эксперт. ВУЗы, где множество студентов, где вот идет как раз образовательный процесс, антиплагиат ВУЗ предоставляет особые возможности по взаимодействию преподавателей и студентов, что очень сильно экономит время на загрузку, то есть преподаватель не сам это делает, а студенты загружают работы свои. Во всех корпоративных версиях проверки осуществляются по объединенной коллекции, то есть она едина для всех организаций. Также доступны проверки по собственной коллекции, коллекции организаций. Выдается полный отчет с возможностью анализа, редактирования отчета. И вот подключение платного тарифа дает те же возможности, что и в корпоративных версиях, наверное, за исключением собственной. То есть у ВУЗа есть собственная коллекция, а в версии для частных лиц собственной коллекции ВУЗа не будет. Однако, если организация участвует в проекте «Кольцо ВУЗов», то тогда «Кольцо ВУЗов» здесь тоже будет доступным. Ну вот здесь вывод, что если платный тариф человек приобретает, то тариф полный дает результаты, максимально приближенные к результатам при проверке в корпоративных версиях. Но если это автор, он хочет провести одну-две свои работы в течение, не знаю, нескольких лет, то ему подходит вот эта версия. А если вы являетесь представителем организации, то, конечно же, вам нужно выбирать что-то из корпоративных продуктов. Вот сейчас посмотрите, пожалуйста, на экран. Когда приобретается продукт антиплагиат, его начинают внедрять в организацию, но, к сожалению, бывают, возникают такие непонимания, проблемы, как использовать. То есть вспомним басни различные о том, как использовать очки и тому подобное. И вот иногда в организации, в системе антиплагиат начинает применяться не совсем корректно. А вот что же это за картина? Сейчас вы видите фотографию симфонического оркестра. Давайте немножечко отвлечемся от антиплагиата и перенесемся вот в концертный зал. Представьте себе, вы сидите, слушаете прекрасную музыку, звуки льются, воспаряют небеса. Такая приятная, очень, ну, тихая такая мелодия, вкратчивая. Возможно, это сейчас даже записывала специально, скажу. Пётр Ильич Чайковский, пьеса для скрипки и оркестра номер один «Размышление». Я вот её слушала, у меня мурашки по коже шли, такая тихая, такая приятная мелодия. Вот мы в этом зале сидим, наслаждаемся, и вдруг с первого ряда, громко хлопая спинками стульев, встаёт целая делегация и уходит из зала. Их догоняют в коридоре и спрашивают, что же случилось? Это была комиссия. Они проверяли, насколько хорошо играет оркестр. И эти представители комиссии отвечают, ваш оркестр играет, ну, из рук вон плохо, они играют слишком тихо. То есть для этой комиссии оказалось единственным мерилом красоты исполнения звук, высота, громкость звука. То есть если бы они играли там 80 дБ или что-то там, просто я знаю, что есть организации, где назначают пороговый процент, 80% оригинальности, 65, 70, 90, 99,9 и заставляют всех писать вот именно под эти проценты. И вот как, мне кажется, что ужасно, неприятно оркестрантам услышать вот такой отзыв о их работе, что они плохо играют только потому, что они слишком тихо играют. Точно так же тем, кто писал, старался свою выпускную, курсовую, диссертационную работу, научную статью, будет очень тяжело услышать, что у них плохая работа только потому, что она не достигла какого-то процента. Давайте вернемся из концертного зала к системе антиплагиат. Дело в том, что проверять работы надо в любом случае с умом, с человеческим разумом. Вот представьте себе, у трех студентов проверили работы выпускные, и у трех всех у них по 60%. Однако у студента Иванова 60% получилось из-за того, что он цитирует нормативно-правовые судебные акты, и поэтому не дотягивает до 80%, которые там требуются. У студента Петрова оригинальность пониженная из-за того, что он цитирует литературные источники работы критиков. Он будущий, может быть, литератор, критик, да? И студент Сидоров, у него тоже 60%. Однако у него эта компиляция из чужих работ, сайтов готовых работ, что-то сам написал, у него тоже 60%. И если всех вот этих вот студентов, как говорится, под одну гребенку чесать, то получится, что первый и второй наказаны абсолютно безвинно. Так вот, абсолютно важно понимать, что большой процент оригинальности еще не значит, что в работе нет плагиата. А процент оригинальности ниже, чем требуется в организации, еще не означает, что там есть плагиат. Ну, неправомерное заимствование. И вот давайте просто подумаем, помыслим. Если в организации главное – процент, то авторы вынуждены переписывать свои тексты, перефразировать заимствованные фрагменты, добавлять воду, прибегать к маскировке и тому подобное. Главное, чтобы достигнуть процента. И тогда вопрос, какое отношение имеет подобное поведение к науке? К образованию? По-моему, вообще никакого. Если согласны, нажмите огонечек. Мне нужна ваша поддержка. Так, нас 30 человек в сети. Хорошо. Спасибо за огоньки. И вот я на этот слайд вынесла 4 самых типичных ошибки при работе с системой антиплагиат. Когда достижение минимально допустимого процента на оригинальность является единственным критерием. Второе. Когда экспертиза работ не осуществляется. То есть никакой разницы между правомерным и неправомерным заимствованием не производятся. Вот те самые Петров, Сидоров, Иванов. У всех 60%. Третий компилировал, а первый и второй честно цитировали из нормативных актов, из литературных источников. И вот этого, когда не проводится никакой разницы между правомерным, то есть цитированием, и неправомерным заимствованием, вот мы наказываем в том числе и честных людей. Третья проблема, когда проверяющие не готовы брать на себя ответственность за редактирование отчета, за окончательный результат. Обычно это бывает в организациях, где нет такого регламента. И преподаватели опасаются, вдруг я изменю что-то, меня обвинят, этот за взятку сделал, изменил что-то. Поэтому ничего не делают. Как вот работу проверили в системе, так же записали проценты. А если недостаточные проценты, то иди, студент, переделывай. И еще одна проблема, которая тоже на последнем месте, но далеко не последняя по значимости. Когда авторов работ не обучают, но требуют исполнять регламент. Вот ничего не знаю, иди и сделай так, как вот в регламенте написано. А объяснить, показать студенту, что такое академическая честность, рассказать, показать правила оформления, цитирования, вообще написания работы. Есть вузы, где прямо проводят такие мини-курсы академической честности, грамотности и так далее. Но это, к сожалению, редкие случаи. И вот сейчас такая отбивочка. Важно очень понимать, что судить о качестве работы только по проценту оригинальности – это неправильно. На наш взгляд, главный критерий для любой работы – это отсутствие неправомерных заимствований. Коллеги, напишите, пожалуйста, в чате, как вы понимаете, что значит неправомерное заимствование. Я вот вижу, что есть здесь сообщение, я прочитаю и постараюсь отреагировать. Немножко сложно мне понять, что имела в виду Ольга Анатольевна Езенина. У меня такое ощущение, что работаете вы не с нашей системой. Итак, я иду далее. Далее, главный критерий – отсутствие неправомерных заимствований. Пока вы пишете в чате, что для вас значит слово «сочетание неправомерное заимствование», я продолжу. Дело в том, что правомерность вот этих заимствований, найденных с помощью системы антиплагиат, должен оценивать эксперт, все-таки человеческий разум, а не искусственный интеллект. Будь он десятижды искусственный и десятижды интеллект, я очень надеюсь, что никогда искусственный интеллект человека не заменит в плане науки, образования, культуры и тому подобное. Инструмент эксперта есть, помощник. Это полный отчет в системе антиплагиат, но это инструмент. Это вот, ну знаете, грубо говоря, это топор, который берет человек и идет. Или рубить дрова, отапливать свою, знаю, дачу, или идет кого-то там, как старушку-проценщицу убивать. Поэтому топором можно сделать как доброе, так и злое, и антиплагиатом то же самое. Так, Лариса говорит, что неправомерное заимствие – это плагиат, и это пока единственное определение неправомерного заимствования, которое я увидела в чате. А, вот Людмила написала там, где вопросы. Неправомерное заимствование – это использование чужого текста, мыслей, без ссылок на автора, при перефразировании или неоформленной должным образом цитаты. Очень красиво сказано, Людмила. Спасибо. Ну, это можно в чате, а вот в разделе «Вопросы» лучше писать именно вопросы. Хорошо, вот Сергей говорит, что неправомерное заимствование – это использование источников без ссылки. Это может быть некорректное заимствование, то, что вы написали. То есть человек как бы не стремился обмануть, что это не его. Он, может быть, поставил кавычки, но не поставил ссылку. То есть это надо будет доработать. А вот неправомерное заимствование – это когда пытаются ввести в заблуждение. Хорошо, я увидела, что Ольга Анатольевна написала, что работает именно с нашей системой. Тогда у меня к вам просьба. Сейчас я вот пишу в чате наш мейл технической поддержки antiplagiat.ru. Все могут записать этот мейл. Это именно техническая поддержка. Когда что-то, вы понимаете, что как-то, на ваш взгляд, некорректно система работает, пожалуйста, пишите на support.antiplagiat.ru. Там техническая поддержка принимает заявки, так сказать, на помощь в режиме 24 на 7. Ну, ответы будут, конечно, в рабочее время, да, но никто вам ночью, если вы напишете, не скажет «закрыто окошко», да. Поэтому, если какое-то некорректное поведение системы вы обнаруживаете, пожалуйста, напишите вот эту ситуацию, прям скопируйте сейчас тогда, Ольга, из чата все, что вы написали, и прям в письмо. Необходимо дать тогда ссылочку на отчет в системе antiplagiat, и оригинал работы наверняка у вас попросит, чтобы ответить вот конкретно на вопрос. Но для начала ссылка на отчет и описание проблемы. Итак, вот смотрите, если мы оцениваем работу только по проценту оригинальности, это приводит, к сожалению, к плачевным последствиям. Авторы начинают какие-то технические обходы применять, лишь бы только добиться процента. А ведь дело в том, что это уже неправомерное действие. То есть мы из благих, что ли, намерений заставляем людей делать что-то плохое. Поэтому очень-очень внимательно относимся к тому, что система antiplagiat – это только инструмент, не истина в последней инстанции. Она облегчает жизнь, с одной стороны. Вот проверка миллиарда, по миллиарду документов, это может сделать только система искусственного интеллекта. А человек уже может проанализировать, что ему в результате в этом отчете система показывает. Так вот, страница результатов выглядит примерно так. Здесь действительно показывается процент, оригинальность, заимствование, цитирование, самоцитирование. Однако это не приговор. Вот здесь вот в моей работе, я делала, да, якобы, да, в моей работе, это дипломная работа, я написала автора документа себя. Здесь 50% заимствований. То есть если не судить работу критически своим собственным интеллектом, своим человеческим мышлением, то студента надо выгонять из института, можно сказать. Но нет, надо анализировать. Проценты сейчас предварительные. Все остальное в руках эксперта. Как система антиплагиат показывает, что она относится к цитатам, к заимствованию, к самоцитированию? Если цитата корректно оформлена, то есть кавычки поставлены, если прямое цитирование, то оно сразу же красится зеленым цветом, относится к проценту вот сюда, к цитаты. Также совпадение с коллекциями нормативных актов. Это гарантов Российской Федерации, отделе, например, Казахстане. Далее шаблонные фразы тоже зеленым покрашиваются. Библиографические списки и индекс одобренных документов внутри собственной коллекции в организации. Тоже все будет зелененькое. Второе. Если фрагменты совпадают или почти совпадают с текстом источника, вот находится такой источник, где автор и соавтор тот же самый человек, то тоже становится, это показывается желтеньким цветом, подкрашивается и относится к проценту самоцитирования. Если найден за аналогичный или очень похожий фрагмент и не оформлен как цитата, то система автоматически относит этот фрагмент к заимствованиям. И вот сюда вот считает. Если никаких совпадений не найдено, то это черный текст на белом фоне, это процент оригинальности. Суммируем все проценты, будет 100. То есть это и будет весь текст документа. Обращаю ваше внимание, вот что здесь написано, аналогичный или очень похожий, что это значит. Помните, я говорила, перефразирование система тоже ищет. То есть не просто один в один, если совпадает, а если парафраз, то тоже система это относит и раскладывает в заимствование, в самоцитирование, в цитирование. Вот так примерно выглядит полный отчет. Зелененькое, желтенькое, красненькое. Вот здесь список документов. Но еще раз я хочу обратить ваше внимание на то, что это не список документов, откуда автор проверяемого документа взял что-то. Нет, это не тождественно. Это список источников, которые находятся в индексе системы антиплагиат. Здесь в работе, и вот в этой работе, которая находится в индексе, найдены пересечения текстовые фрагменты, где есть и тут, и тут. И вот эта система показывает. Вот это очень важно. Система антиплагиат не говорит, что вот этот человек взял, вот тут номер 104, там находим 104, говорит, взял отсюда. Или вот это взял отсюда. Нет, это не так. 1,1 миллиарда документов, находящихся в индексе системы антиплагиат. И вот здесь выходят именно они. Далее. Что система антиплагиата относит к цитированию? Корректно оформленные цитаты, шаблонные фразы, списки литературы. Это повторение того, что было на предыдущем слайде. Но очень важно понимать, что цитирование – это отдельный показатель. И некоторые говорят, ну это же он цитирование, он не воровал, это не плагиат, давайте суммируем это с оригинальностью. Нет, цитата – это чужой труд был взят. Правильно, хорошо его процитировали, поставили кавычки, поставили ссылочку, но это не равно оригинальность. То есть цитирование, оригинальность – это разные параметры, разные показатели. Как система антиплагиата определяет цитирование? Вот прямое такое, которое в кавычках. Главное, чтобы были кавычки, плюс что-то одно или несколько из ниже перечисленных условий. Перед цитатой указывается фамилия с полностью, с именем, отчеством или с инициалами, плюс слово, которое обозначает высказывание. В любой форме. Говорит, так говорила, говорила и так далее. Пишет, утверждает и тому подобное. Сказал, либо после цитаты в кавычках стоит ссылочка на источник в округлых, квадратных, скопах, неважно, и либо после цитаты присутствует сноска. Вот на этом слайде примеры. Такой-то, такой-то, говорил. И в кавычках, все, что в кавычках, система подкрасит зеленым. То есть для нее этот алгоритм сработал. Вижу кавычки, вижу, Курчатов говорил. Все, цитирование. Дальше. В кавычках фраза. Плюс, откуда это взято? Скобочки круглые, скобочки квадратные. В скобочках может быть много текста. Может быть, там одно-два слова. Одна цифра может быть даже. Вот, неважно. Есть кавычки, есть в скобочках ссылка-сноска. Хорошо. Система это определяет. Или же, вот, в кавычках фраза, плюс такая сносочка, такая надсрочная. Все, для системы антиклогиат этого достаточно. Вот так это выглядит внутри системы. Модуль работает цитирование. Источник не указан. Но это просто понятно, что источники могут быть разные, но они правильно оформлены. Кавычки есть, в скобочках есть, зелененькое. Кавычки есть, в скобочках есть, зелененькое. И вот там даже... То есть, видите, для системы антиклогиат, для ее алгоритмов вот этого достаточно. Есть кавычки. А вот теперь, смотрите, вопрос для, так сказать, ну, со звездочкой, наверное, да, для понимания, для тех, кто внимательно слушал. Если будет косвенное цитирование, человек процитировал и честно написал, что я взял отсюда, там какую-то ссылочку, с ноточку, в скобочках, там, или что-то еще, но кавычки не поставил. Косвенное цитирование в кавычки не ставится. Коллеги, напишите, пожалуйста, как обозначит вот это косвенное цитирование системы антиклогиат? Как заимствование или как цитирование? Вот такой вот вопрос на осмысление. Если косвенное цитирование, не поставленное в кавычки, находится в работе, как система обозначит этот фрагмент? Там человек честно указывает, что он взял вот оттуда-то, но нет кавычек. Что система покрасит, красным или зеленым? Как заимствование или как цитирование? Так, напишите, пожалуйста, в чате. Так, 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 так. Вижу вопросик еще появился. Хорошо. Отвечу в конце обязательно. Так, 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 так. Ответы красным, зеленым, как цитирование, как заимствование. Ровно 50 на 50 поделились мнения. Еще. Вот пятый ответ будет решающим. Красным, зеленым. Ага. Все-таки пятый появился, да, и зелененькое, говорите. Коллеги, со счетом 2-3, но все-таки я свое еще 3-3 получится, как заимствование. Грустный был анекдот, да, нет ручек, нет конфетки, да. Вот нет кавычек, нет цитирования, автоматического цитирования в антиплагиате в косвенном цитировании не будет. Нет кавычек, нет конфетки. Вот можно, да, вот это запомнить. И почему необходимо вмешательство эксперта? Автор не хотел ничего плохого, да. Он сделал перефразирование, использовал парафраз, как инструмент косвенного цитирования, не пытался никого обмануть, но алгоритмы антиплагиата работают так. Так, есть кавычки, цитата, нет кавычек. Красное, заимствование. Это не значит, что система антиплагиат заставляет косвенное цитирование ставить в кавычки. Это означает, что после проверки в системе антиплагиат отчет обязательно должен изучить эксперт. Вот так. Да, ага, вот здесь вот Татьяна пишет, что презентацию можно скачать. Ура, да, на вкладочке файлы презентация расшарена для скачивания. Инструкция подробная, как это сделать. Спасибо большое, Татьяна. И в сети нас 30 человек, никто не ушел. Наверное, что-то интересное, полезное я рассказываю. Итак, вот эти нюансы вот далеко не все понимают, далеко не все знают, кто уже использует систему антиплагиат, кто начинает с ней работать. Именно поэтому мы проводим курс повышения квалификации, о котором я скоро-скоро расскажу. Далее. Вот так вот выглядит и список библиографии. И его, в принципе, можно отключить, кликнув мышкой. И вот этот вот процент из библиографии уйдет из процента цитирований, уйдет в процент оригинальности. Но сейчас у нас еще другая появилась возможность отключать библиографию при загрузке. Скоро расскажу. Это часть проекта по структурированию документа. Вот как раз сейчас этот вот нью-значок, да. Теперь при загрузке в систему антиплагиат каждый документ делится на свои такие разделы, в том числе титульный лист, содержание, основная часть, библиография, приложение. В каждом документе, может быть, не все вот эти вот части. Поэтому если есть титульный лист, то система его вот помечает. Есть содержание, есть основная часть, есть библиография, есть приложение. И этот специальный отчет по структуре вы можете тоже увидеть в системе. Но это не только для того, чтобы красивенькие цвета посмотреть. Это еще для чего сделано. Когда вы загружаете документ, можно снять галочки с некоторых частей. Ну, например, не хотите проверять приложение? Снимайте галочку. И тогда вот текст приложения, система антиплагиат не будет проверять и не будет. Потому что в приложении что обычно кладут? Методические различные материалы, цитаты, там какие-то шаблоны, какие-то вот... То есть не свой текст. И, конечно же, приложение, когда оно проверяется вместе с целиком, с работой, оно сильно влияет на процент, на тот самый пресловутый процент оригинальности. Сейчас можно отключить. Точно так же можно поступить с библиографическим списком, с содержанием и с титульным листом. Можно оставить что-то, можно все оставить. Можно снять галочки с вот этих четырех частей, разделов документа. Ну, основная часть, галочка, понимаете, не снимается. Это обязательно к проверке. Вот. Это новый инструмент. Об этом и других наших изменениях мы будем подробно рассказывать на курсе повышения квалификации. И поэтому, да, вот я об этом скажу чуть позже еще о курсе. Что еще система антиплагиата относит к шаблонным фразам? Вот такие слова, сочетания. При этом важно отметить, что во всех сферах жизни общества для достижения были поставлены следующие задачи. Вот такие фразы встречаются, понятно, в любой работе. Могут встретиться, по крайней мере. И вот этот текст, который, грубо говоря, штампы речевые, он тоже помечается системой антиплагиат зеленым цветом. Фрагменты нормативных актов помечаются зеленым цветом, как вот здесь, например, и эта работа коллекции Гарант. И очень важно понимать, гибко подходить к оценке тех работ, которые не укладываются в требуемый процент. То есть если работа по праву, там могут быть большие объемы цитат из нормативных правовых актов. Если работа по филологии, по литературе, по искусству, цитаты из художественных и описательных, так далее, текстов допустимы. В работах по истории, цитаты из архивных документов и так далее, и так далее, и так далее. Помните тех трех студентов, Иванов, Петров, Сидоров, да? Один юрист, будущий другой литератор, третий, ну, не знаю, кто. В моем детстве, говорит, дворником станешь, да? Вот. Итак, и кроме того, что говорила про шаблонные фразы, это зеленым цветом библиографии, зеленым цветом нормативные акты, зеленым цветом в организации, можно создать собственный индекс одобренных документов, цитаты из которых также будут в системе антиплагиат помечаться зеленым цветом, как цитата. То есть в этот индекс что можно поместить? Типовые методики расчета, описание техники безопасности, нормативно-техническую документацию и так далее, и так далее. Система будет сразу же это помечать, как цитату. Функционал создания вот этой коллекции индекс одобренных документов доступен администраторам системы антиплагиат в каждой организации. То есть это не каждый пользователь может делать, а именно администратор, то есть на всю организацию это делается. И вот эти нюансы и многое другое мы будем озвучивать, очень подробно рассказывать, освещать те моменты, которые нужны преподавателям на нашем онлайн-курсе. Стартует он 25 октября, Татьяна уже говорила, и в него будут включены, вот вы видите, что на экране это курс на 72 часа, 8 плюс 1 живые вебинары онлайн, получается 7 тем, 7 практикумов. Здесь есть ссылочка, которую я тоже дублирую в чат. Дублирую в чат. Ну что ж, да, надеюсь, что запись вебинара вы сможете посмотреть по указанной ссылочке в начале вебинара, Татьяна говорила, если кто-то уходит сейчас. Так вот, если вы хотите узнать, что такое антиплагиат, более глубоко, нежели на сегодняшнем вебинаре, и хотите быть сертифицированным специалистом по системе антиплагиат, то вот эти вот три человека проведут для вас этот курс. Ольга Беленька, руководитель учебно-интонического центра, Ирина Стрелкова, наш представитель Республики Беларусь, ну, онлайн открывает все, как говорится, границы, и ваш покорный слуга, ваша покорная, не знаю, так можно ли говорить, разработали этот курс, который 25 октября стартует в четвертый раз. То есть мы проводим курсы два раза в году, весенний и осенний, получается, у нас курс. И вот скоро-скоро на фоне золотой осени будет и наш курс. Вот что включено в программу. То есть мы рассказываем о системе антиплагиат как инструменте, что за инструмент, что за механизмы внутри зашиты, так сказать. Затем мы говорим о методологии использования, как внедрить, как использовать, как работать в системе антиплагиат в организациях образования и науки. Подробно разбираем, какие бывают попытки искусственного повышения процента оригинальности, это маскировка или обхода, как система распознает, как вы увидите это распознавание. Как оценивать правомерность заимствования в учебных, научных работах. Далее мы показываем ту связку преподавателя и студента, это роли в системе антиплагиат в УМС и других. Администрирование системы антиплагиат, возможно, в организации вам придется быть вот тем самым администратором, главным распределяющим, что называется, и проверки, и доступы, и тому подобное. Но это вот для всех участников курса вот такая программа предназначена. Это что вы сможете после курса делать, какие навыки, какие возможности получите. То есть как на любом инструменте, например, музыкальном, надо учиться играть, да, точно так же и системы антиплагиат надо учиться пользоваться, чтобы пользоваться, чтобы можно было знать все возможности системы. Их грамотно интерпретировать, результаты их использовать, оценивать правомерность, распознавать попытки, готовить экспертное заключение и эффективно выстраивать процесс проверки работы в своей организации. Это скринчик со страницы, ссылка на которую вы видите в чате. Ну и три отзыва на этом слайде я поместила. Мне очень понравился верхний, только его я прочитаю. Ирина Акчурина говорила, если говорить о системе, то выяснилось, что добрые половины возможностей я не знала. То есть это отзывы уже закончивших эти курсы. Моя первоначальная оценка степени владения функционалом по 10-бальной шкале была завышена раза в два. Улыбка. Что касается заимствования, то главные моменты вынесены из курса. Первое. Заимствование, заимствование рознь. Понятие заимствования и плагиат не кождественны. Вот, знаете, люди, просто прошедшие этот курс, начинают настолько глубоко разбираться в системе антиплагиат, что и сами кого угодно могут научить. Хвалят за структуру, за то, что мы даем обратную связь во время обучения на курсе повышения квалификации. То есть это идет интерактивная работа. Если на подобных вебинарах, как мы сейчас с вами проводим, кто-то донор, кто-то рецепиент, вы просто вот воспринимаете информацию, то на курсе повышения квалификации вы эту информацию получаете и усваиваете благодаря практическим заданиям и обратной связи от преподавателей. То есть не просто послушать, а еще и выполнить вот те задания, семь практикумов, и тогда вы сможете быть квалифицированными специалистами в системе антиплагиат. Ну а мы продолжаем информацию, я продолжаю вам выдавать про систему, как она работает. Теперь давайте поговорим о параметре самоцитирования. Как система определяет самоцитирование, желтеньким цветом помечает, откуда берется вот этот вот пул информации, чтобы его обозначить самоцитирование. Во-первых, в системе есть автоматический расчет вот этого параметра самоцитирования по определенным коллекциям, не по всем. То есть в объединенной коллекции порядка 30 модулей, но не все определяются автоматические самоцитирования. И поэтому существует возможность ручного редактирования. По-моему, я видела вопрос, как раз вот сейчас связанный с тем, что я сейчас буду рассказывать. Как определяется параметра самоцитирования, и что для этого является необходимым условием? Вот если на страничке результата система антиплагиат автоматически извлекает фамилию, имя, отчество автора, вот тогда она и начинает расчет вот этого параметра. Если эта строка будет пустая, если эта строка будет пустая, то и параметра самоцитирования не рассчитается. Потому что ну по кому, как говорится, его сравнивать, да? Вот это вот поле заполняется, если в работе, диплом на работе, выпускной, на титульном листе есть фамилии, имя, отчество автора, то она, система, эти фамилии, имя, отчество извлекает автоматически и вот сюда вот подставляет. И по ним ищет самоцитирование. Ну, скажем так, у студента могут быть свои и статьи, и публикации, и выступления на научных конференциях. Есть немного таких студентов, но все-таки есть. И вот поэтому такая информация для вас тоже будет немаловажна. Если поле пустое, не получилось, не извлеклось, то редактировать свойства. Ну, это происходит почему? Если, например, взяли и отрезали, так сказать, при загрузке титульный лист, и фамилия, понятно, откуда извлекать ее, да? Ну, тогда ничего страшного на самом деле. Нажимаем редактирование свойства и вводим руками. Ну, поэтому не надо титульный лист отрезать, тем более, что можно сейчас при загрузке работать целиком, убрать титульный лист, убрать содержание, убрать там остальные части, которые не нужны. Вот. И тогда фамилия, имя, отчество автора будут извлекаться спокойно. И обещала сказать, по каким коллекциям происходит проверка самоцитирования. Сейчас не по всем, а по пяти. Когда-то мы начинали с одной, но сейчас коллекции вот такие. Е-лайберри, российская государственная библиотека, национальная библиотека Беларуси, медицина и сводная коллекция электронных библиотечных систем. Почему выбраны именно эти коллекции? Ну, это то, наиболее вероятно, где будут находиться работы авторов. То есть библиотека научных статей, диссертации российской государственной библиотеки, национальная библиотека Беларуси, медицинские документы, то есть в том числе и статьи по медицине, и сводная коллекция электронных библиотечных систем. Наверняка будут появляться и другие, то есть вот в этом вот наборе, по которым производится проверка самоцитирования. Но сейчас пять. А теперь вопрос. Если самоцитирование найдет система не в этих пяти коллекциях, а, например, в интернете или в кольце вузов, это вот части нашей объединенной коллекции, то хочется спросить у вас, если самоцитирование в других коллекциях, не в этих, как система антиплагиата реагирует на это? Померит как самоцитирование или как заимствование красным цветом? Еще один вопрос на внимательность. Напишите, пожалуйста, в чате. А, ну вот я посмотрела вопросы, там Елена Павловна спрашивала, и, наверное, вы сейчас уже получили ответы на свои вопросы. Так, вот теперь да, теперь вы правильно абсолютно пишете, что для системы антиплагиат, вот те фрагменты, которые будут найдены не в этих пяти коллекциях, они для системы антиплагиат будут красным цветом, да, они будут заимствованиями. Ну, если они не стоят в кавычках, да, если стоят в кавычках, то они будут как цитирование. И что же тогда делать? Что же тогда делать? Вот система антиплагиат, самоцитирование, такая несправедливая, самоцитирование этого человека покрасило красным, что же будет делать эксперт? Дело в том, что у эксперта есть возможность ручного редактирования. И три способа редактирования источника, в том числе тип источника. Вот он был красным заимствованием, а мы берем, нажимаем вот на иконочку карандашек, это редактирование. Появляется окошко редактирования типа источника, и мы говорим, это самоцитирование. Выбираем причину смены, почему это мы решаем, это так. А потому что автор этого документа является автором и проверяемого документа, и источника. Вот вы видите, модуль поиска интернет плюс. Он не в тех пяти модулях, понимаем. Мы выбираем причину, по которой мы заменили тип, нажимаем кнопочку редактировать, и система делает этот фрагмент уже не красным, а желтым цветом подсвечивает, и в системе антиплагиат сохраняется. Что мы сделали? Тип источника изменен заимствами на самоцитирование по такой-то причине, что работа в составе и тела автора. Вот здесь вот раз взяли, да? Можно комментарий свой оставить вот здесь вот, что публикация на сайте журнала. И таким образом все действия эксперта остаются прозрачными, понятными, объяснимыми, почему этот человек поменял тип заимствования на самоцитирование. Вот они причины. Ну и также понимаете, наверное, да, коллеги, что добросовестное самоцитирование правомерно, человек имеет право использовать собственные статьи, фрагменты в своей работе, в диссертационной и выпускной работе. Источник, что вот еще, проценты самоцитирования вот могут быть суммированы с процентом оригинальности. Это допустимо. Источники самоцитирования можно отключить, то есть чтобы просто все считалось оригинальным текстом. Вот в этом случае, в отличие от цитирования, можно суммировать с оригинальностью. То есть цитирование и оригинальность не надо сливать в их стадии, а в самоцитирование с оригинальностью можно, да, отредактировать. Хорошо. Плюс, что еще важно, когда эксперт начинает проверять работу, мы рекомендуем первым делом убедиться в отсутствии попыток маскировки заимствования. То есть вот в том самом обмане, подлоге и так далее. Потому что таких стоит отсечь на самом первом этапе. И если вы видите, что система антиплагиат красит красным вот этот вот отчет, говорит, внимание, обнаружены попытки маскировки. Обратите внимание, что происходит. При нажатии на ссылочку подробнее на красный вот этой черте вы переходите в отчет о подозрительном документе и увидите вот такую вот картинку. Что происходит? Система говорит, здесь есть вставка, мелкий шрифт, невидимые символы. Ой, коллеги, знаете, я вижу, что у нас уже 13.07, а я вот еще только на где-то, ну, в третьей части из трех, но не в конце. Коллеги, если есть время, то, пожалуйста, оставайтесь. Если нет, то вы можете увидеть это в записи. Но я прям вот настолько глубоко захотела вам рассказать о системе антиплагиат, что у меня не хватило времени. Итак, визуальное представление маскировки, это вот так вот выглядит. Система подсказывает, что-то здесь нехорошо. Оказывается, между буковками были вставлены то ли точечки, то ли еще какие-то слова, мелкий шрифт, и покрасили белым цветом. Заменили символы, вставили мелкий шрифт, но система антиплагиат такие вещи распознает. Далее. Система также подсказывает, что есть в работе переводные заимствования. Машинный перевод. Сейчас существуют автоматические переводчики в интернете, можно найти. Когда недобросовестный автор находит подходящую работу, переводит ее и выдает за собственное, вот такие случаи, к сожалению, сейчас все больше и больше встречаются, чаще и чаще. Плюс еще это сложно обнаружить. Перевод же по-разному бывает. Разные переводчики по-разному один и тот же текст переведут. Но в системе антиплагиат есть модуль поиска переводных заимствований, и не один. Вот, например, самый актуальный для наших пользователей. Русско-английский, англо-русский. То есть взяли работу на русском, перевели на английский. Взяли работу на английском, перевели на русский. Узбекский, русский, казахский, русский, английский, кыргызский, русский, английский. Плюс в 22-м году, вот сейчас, мы ввели эксплуатацию модуль, который позволяет искать переводные заимствования на 100 ведущих мировых языках в любых сочетаниях. Система разливается. Это пример переводного заимствования. Вот здесь работает модуль поиска кыргызский-русский, то есть русского языка взяли, перевели на кыргызский. Вот здесь работа. Если мы нажмем на источник, то мы попадаем в данном случае на сайт e-library.ru, библиотека научная. И здесь абсолютно другие авторы. Текст на русском языке. Делаем выводы, что это неправомерное переводное заимствование. Далее. Перефразирование. На самом деле перефразирование это абсолютно нормальная работа, рабочая ситуация. Оно может быть инструментом косвенного цитирования, но может быть попыткой скрыть неправомерное заимствование. Беру чужой текст и с помощью либо синонимайзера, либо там своим умом как-то вот перефразирую, 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 мешаю, 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 и поймает систему антиплагиат. Или не поймает. Есть у нас модуль поиска перефразирования. Он позволяет найти заимствования, которые получаются путем изменения структуры предложения. Вставляют слова, меняют местами части предложений, меняют окончания. Но вот этот модуль поиска перефразирования ищет по интернету и e-library и маркирует эти перефразирования как заимствования. Это пример. Мы взяли с сайта Википедии текст, перефразировали. Обязательный признак у нас превратился в необходимый атрибут, присвоение, присваивание и так далее. Загрузили в систему антиплагиат. Что видим? Система говорит вот этот фрагмент красный, потому что я нашла оригинал этого текста на сайте Википедии. Все. То есть вот таким образом это работает. Когда эксперт проверяет отчет, на что ему стоит обратить внимание. Во-первых, на связь источника с автором работы. Если это самоцитирование, это нормально. Есть ли кавычки при дословном цитировании? При любом цитировании необходима ссылка, сноска на источник. Корректно ли она находится, эта ссылка правильно ли поставлена? Есть ли источник в списке литературы? Где обнаружено это заимствование? Либо это обзорная часть, либо результативная. Ну, в обзорной, может быть, схожие фразы везде, да, в этой сфере встречаются. А если в результатах одно и то же, что и в других работах, то ой-ой-ой. Обоснованность объема. Надо ли было цитировать пять страниц, или можно было обойтись одним абзацем? Ну, и еще момент, когда была написана работа, и когда появился источник пересечения. Если мы сейчас загрузим «Войну и мир» Льва Толстого, то мы увидим, что очень много пересечений. Как будто бы Лев Толстой взял из реферата вот этого там студента Иванова Петрова Сидорова, да, на самом деле студент Иванов Петров Сидоров писал свой реферат гораздо позже, чем была написана «Война и мир». И, соответственно, не Лев Николаевич брал из реферата, а реферат писался на основании Льва Толстого. Так вот, источники, которые появились в антиплагиате позже, чем была написана работа, их надо отключать. И это тоже может сделать эксперт, только эксперт. Возможно, когда-то и система антиплагиат этим начнет заниматься. Сейчас пока вот так. Правомерность и корректность заимствования необходимо оценивать, потому что система показывает предварительный результат, показывает совпадение текстов, но не устанавливает первоисточник. То есть она не говорит вот отсюда взято. Нет. Совпадение этого и этого фрагмента текстов она показывает. А окончательное решение о правомерности заимствования принимает тот, кто проверяет работу. И никак иначе. Какие еще возможности редактирования есть? Можно исключить источник полностью с помощью корзиночки для бумаг. Прямо в раз удаляем. Но нужно показать, почему вы это удаляете. Вот, например, дубликат. Исключить. Система убирает этот источник вообще из списка. Тип источника мы уже с вами редактировали на самоцитирование. То же самое можно сделать на цитирование с помощью иконочки карандаш. Отключить фрагмент, блок. Раньше можно было только вручную отключать библиографию. Сейчас при загрузке. И вся эта история редактирования сохраняется в системе антиплагиат. Можно перейти в любую из историй. Это отчет в истории. Причины и комментарии сохраняются. Почему менялся тип? Почему отключался источник? Вот здесь все это показывается. Полный отчет необходимо редактировать и пересчитывать результаты. Три у нас варианта редактирования. Отключение целиком источника. Отключение фрагментов, блоков. И смена типа источника в заимствовании цитирования и наоборот. Еще. Каждой организации просто необходимо иметь свой регламент, где регулируются проверки работ на заимствование. Что там считать правомерным, что неправомерным. Какие есть права и обязанности проверяющего и автора. Как принимается решение по результатам. Как можно подать апелляцию. Какая ответственность у авторов работ и проверяющих, если там обнаружены какие-либо проблемные места. В общем, если я вас заинтересовала, и у вас пока нет системы антиплагиат, вы можете подать заявку на сайте антиплагиат. Это ссылочка активная. Надеюсь, вы уже нашу презентацию скачали. Вы можете перейти, заполнить вот такую анкету, получить тестовый доступ. Это тестовый доступ для юрлиц. Выводы. Как правильно работать с системой антиплагиат? Понимаем, если понимаем, что антиплагиат дает предварительный результат, то тогда все остальное не представляет какой-то проблемы. Каждая работа оценивается экспертом. Цель – оценить правомерность и корректность, найденных с помощью системы заимствований. В результате работы эксперта создается экспертное заключение. Автор работы не должен быть экспертом. Нельзя требовать с автора «принеси справочку где-нибудь, вам принесут». И ни один автор не принесет плохую справку. А если у него правда плохая работа? Необходим регламент, который устанавливает требования и процедуру самопроверки. И подход должен быть дифференцирован в каждой работе. Нельзя загонять студентов, авторов работ в какие-то жесткие рамки, в то пропустово ложе. В зависимости от жанра работы могут быть разные и проценты, и вообще требования. И снова приглашаю вас на онлайн-курс «Повышение квалификации». Ссылочки вот здесь. С 25 октября по 17 ноября. Вот уже месяц, даже меньше месяца осталось до старта. У вас есть возможность посмотреть, изучить. Если вы идете от организации, организация может заплатить за вас. И если вы являетесь нашим уже клиентом вашей организации, то там идут скидки. Плюс еще скидочки идут от количества участников. Если несколько человек от организации принимают участие, то тоже это скидка. Ну и, конечно же, сертификаты и удостоверение установленного образца. Готовы перейти к вопросам? У меня все. Я смотрю вкладочку «Вопросы». На основании каких частей документа заполняется поле «Автор документа» — «Титульный лист». Если титульный лист исключен из проверки, то, соответственно, фамилия и имя отчества не извлечется, поэтому титульный лист не надо исключать. А, имеете в виду, если галочку сняли? Если сняли только галочку, то будет нормально все. Если вырезали из документа титульный лист, то понятно, что там взять фамилию неоткуда. А если сняли галочку, то все будет в порядке. При редактировании идет повторная проверка и пересчет. Елена не поняла. Елена Павловна Пьянзина. Это вопрос или это просто комментарий? При редактировании повторная проверка... Нет, повторная проверка не идет. Идет редактирование. То есть вы, как эксперт, отключаете какие-то фрагменты, редактируете тип. Получается другой отчет, другой процент там выходит и так далее. Вы оставляете свои комментарии. Текст остается тот же самый, меняется отчет. А, когда авторы редактируем. Авторы редактируем. Да, там система антиплагиат показывает, что будет пересчет произведен с помощью вот этого модуля поиска самоцитирования, и процент будет другой. Да, да, идет пересчет. Не то чтобы повторная проверка, идет проверка в том числе тогда вот по тем пяти модулям, которые я озвучивала, на предмет самоцитирования. И проценты оригинальности заимствования и цитирования тоже могут быть пересчитаны. Вопрос, Людмила Моисева. Кто устанавливает процент заимствований для перефератов и диссертаций? Никто. Такого процента нет. Такого процента не существует. Ни ВАГ, ни кто-то еще, ни президент Российской Федерации, ни его помощники не устанавливали процент. Если от вас требует процент, то это, соответственно, творчество именно этого диссертационного совета. Все. Вопросов больше нет. Тогда я тоже буду с вами прощаться. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за вопросы. Снова ссылочка на наш курс повышения квалификации. Надеюсь, до новых встреч. Приходите. Всем здоровья, счастья. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...